Центральное правительство Китая создало специальную рабочую группу для поддержки Сянгана. Её главная задача – полное обеспечение города предметами медицинского назначения. Члены этой бригады работают по 24 часа посменно. Провинция Гуандун в рамках проекта поддержки открыла два транспортных узла для обеспечения круглосуточной бесперебойной доставки. 18 февраля запрос о помощи Сянгану был перевыполнен всего за один день. Мы гарантируем самые высокие стандарты качества и используем лучшее транспортное оборудование. Все медицинские принадлежности, в которых ежедневно нуждается Сянган, могут быть доставлены в кратчайшие сроки. Запрос Сянгана включает маски стандарта N95, защитные костюмы, наборы для экспресс-тестов и традиционные китайские лекарства. В основном капсулы Ляньхуа Цинвэнь. Производственные мощности на материке вполне могут справиться с поставленной задачей. Для Сянгана подготовлены 24 категории предметов медицинского назначения. Сянган запросил 3 миллиона высококачественных масок N95. Ежедневная производственная мощность на материке составляет 3 миллиона штук, поэтому мы можем удовлетворить их спрос всего за один день. Я хотел бы сказать властям Сянгана, чтобы они были спокойны. Наши возможности по производству предметов медицинского назначения могут полностью удовлетворить самые высокие потребности людей из всех слоев общества в Сянгане. Представители рабочей группы Центрального правительства, ответственные за помощь Сянгану, заявляют, что сейчас мобилизованы все силы и ресурсы, необходимые для защиты жизни и здоровья жителей региона. Пилотная зона биотехнологий в научном центре Сани предлагает модель подрядной исследовательской организации в отрасли разведения семян. Здесь выращивают соевые бобы, кукурузу, сорга, рис и другие культуры. Фермеры работают над подготовкой полей, вспашкой, посадкой саженцев и сбором урожая, следуя советам специалистов по селекции. Местные испытательные поля — это настоящая интеллектуальная сельскохозяйственная система. В ней используют автоматизацию и сбор больших данных. Они передаются в подрядную исследовательскую организацию для анализа, исходя из задач селекционеров. От посева до пересадки по динамике показателей мы можем отследить факторы, которым необходимо уделить особое внимание при работе в поле. Также мы активно сотрудничаем с научной базой в разработке дополнительных технических услуг. Интегрированная интеллектуальная модель управления фермой «Небо, воздух и земля» основана на спутниковом дистанционном зондировании, беспилотных летательных аппаратах и цифровой системе орошения. Данные с полей поступают в режиме реального времени. В центре обработки больших данных система анализирует ситуацию на поле и дает рекомендации по уходу за посевами. Четыре спутника «Хайнань-1», запуск которых запланирован на конец февраля, также будут работать в цифровой системе сельскохозяйственных угодий. У нас огромный спрос на спутниковые данные. Чем больше спутников находится в эксплуатации, тем точнее данные. Мы стремимся поддерживать точность в пределах одного метра или меньше для анализа научных исследований. Город Санья приступил к созданию так называемой «селекционной кремниевой долины» в соответствии с правительственной программой, одобренной Госсоветом КНР в 2015 году. Под данный проект выделен земельный участок площадью почти 18 тысяч гектаров.